Владикавказ – один из девяти городов страны, где прошли городские практики. Столица Северной Осетии впервые отобрана для участия в проекте. Городские практики входят в программу «Архитекторы РФ» и проводятся в рамках стратегического сотрудничества Дом РФ с Республикой и Администрацией Владикавказа. Тема практического интенсива «Внедрение дизайн-кода» выбрана не случайно. В настоящий момент Дом РФ разрабатывает мастер-план Владикавказа. Подробнее расскажет Кристина Бедоева. Посмотреть на город с другой стороны, выявить недостатки и предложить свои идеи оформления. При этом учесть особенности работы с объектами культурно-исторического наследия. Задание непростое, но главное интересное. Исследуют участники проекта улицы Куйбышева и Кирова. И как оказалось, многое на них требует внимания. Начнем с того, что это гранд-отель, это архитектурный объект культурного наследия нашей республики. Начнем с этого. Есть законы, которые запрещают в радиусе 200 метров, насколько я помню, территория есть у таких объектов, на которые нельзя нарушать внешний вид этого здания. Вот сейчас вы можете напоминать, что фасад сильно изменили. Ну, не изменили, но обвесили полностью вывесками, которые слишком навязчивые. Помимо этого, еще флаги, вот это все обвесили. Идиотные были, светящиеся все эмбремы. Архитекторы, представители власти, бизнесмены, городостроители среди участников проекта и те, кто просто неравнодушен к своему городу. Главное то, что в своей работе они не просто придерживались личного мнения, а учитывали все правила развития и совершенствования городской среды. Прежде чем приступить к работе, участники проекта прослушали целый курс онлайн-лекции. Он помог понять, что значит антропологическое исследование городского пространства и как правильно подходить к развитию своего города. Только после этого активисты вышли на охоту искать то, что можно изменить в лучшую сторону. Алан Куса вырос в Северной Осетии, но последние 20 лет жил в Москве. Сейчас вновь вернулся в родной город. Говорит, его проблемы ему не безразличны. В рамках проекта Алан исследовал улицу Куйбышева. Хочется сделать ее более пешеходной, чтобы пешеходным было удобно. И сделать, может быть, попробовать сделать как-то, организовать автомобильное движение так, чтобы оно не пересекало сильно с людскими потоками. Чтобы радовало глаз и чтобы привлекало людей. Чтобы они говорили потом, что город Вадикавказ классный, приезжайте еще и оставайтесь здесь жить. Все замечания и идеи каждый участник объединил в одно целое и как итог настоящий учебный проект. Сами по себе городские практики, просветительские программы, направленные на обучение специалистов в сфере развития городской среды. Каждая разработка была представлена администрацией города. У нас была стратсессия про мастер-план, как с ним работать. В том числе я приезжала, главный архитектор Дербента рассказывал о своих практиках. То есть вот потом была стратсессия такая, как мы дальше будем это делать. Взаимодействуем напрямую и с администрацией, и с правительством. Потому что без них никак. Любой такой проект нужен прежде всего, в том числе и представителям власти. Потому что это тоже такая возможность коммуникации и общения. Практики проводятся в разных городах России с 2020 года. В столице Северной Осетии она прошла впервые. Кристина Бедоева, Элина Техова, Александр Галкин, Владимир Сокуров. Вести, Алания.